Беседа Прабхупады с родителями Вайкундханадхи Июнь 1976 года Новый Вриндаун Новый Вриндаун Я не думаю, что мы должны переживать по поводу судебных разбирательств с вашими учениками. У вас здесь хорошие последователи. Здесь хорошая община. Да. Судья или адвокат, он уже закончил учебу в университете. Если кто-то является юристом, то надо понимать, что он уже сдал свой выпускной экзамен. Подобным образом, если человек является вайшнавом, то следует понимать, что он уже стал браманом. Это понятно? Почему мы даем вам священный шнур? Это значит, что вы следуете правилам для брамана. Пока человек не стал браманом, он не может стать вайшнавом. Пока человек не закончил вуз, он не может стать юристом. Юрист, значит, институт закончен. Подобным образом, вайшнав, значит, он уже браман. Поэтому вайшнавы свободны от скверной страсти и невежества. Они все должны быть. Вайшнав, значит, бхакти, значит... Бхакти подразумевает сознание Бога. Показатель сознания Бога — это отсутствие интереса ко всякой материальной деятельности. У такого человека нет интереса. Говорится, что вайшнав не желает становиться браманом, кшатрием, ващей или шудрой, но он берет на себя какие-то профессиональные обязанности. То есть, на самом деле, он занимает самое высокое положение. У него нет интереса. Но до тех пор, пока он еще не очень совершенен, у него сохраняется интерес. Поэтому этот интерес должен быть удовлетворен согласно положению брамана кшатрия, поскольку в то время люди настолько развратились, что они не понимали ничего о Боге. Поэтому он говорил, прежде всего, их нужно очистить от греха. Затем придет день, и он поймет, кто такой Бог. Господь Иисус Христос также говорил, «Не убей!» Поскольку люди в то время были убийцами, а иначе зачем ему было говорить «Не убей!» Зачем нужна была эта первая заповедь? Поскольку было полно убийц, состояние общества оставляло желать лучшего. Если в обществе постоянно убивают, можно ли назвать такое общество очень хорошим? Поэтому сначала он попросил не убивать. Сначала они должны перестать грешить. Только потом они поймут Бога. Но Бхагавадгита это подтверждает. Ишанатванхагатампапам. Тот, кто полностью очистился от грехов. Итак, сознание Бога предназначено для безгрешного человека. Вы не можете стать сознающим Бога и в то же время оставаться грешником. Это обман. Человек, сознающий Бога, — это безгрешный человек. Он не может предаваться греховной деятельности. Это сознание Бога. Вы не можете стать сознающим Бога и в то же время оставаться грешником. Это невозможно. Итак, каждый может судить о том, сознает он Бога или нет, по своей деятельности. Нет нужды спрашивать подтверждающие документы. Следует ли я этим принципам? Отказ от незаконного секса, от употребления мяса, азартных игр, от руманирующих средств. Если человек искренний, он может сам судить о себе, находится ли он на этом уровне или нет. Например, если вы голодны, но съели что-нибудь, то вы можете чувствовать прилив сил, удовлетворения, нет нужды в каком-то дополнительном подтверждении. Подобным образом, в зависимости от того, насколько вы свободны от греховной деятельности, настолько вы осознаете Бога. Если человек осознает Бога, то он не будет склонен к никакой греховной деятельности. Субтитры создавал DimaTorzok